Про это событие можно смело сказать впервые в истории. Белорусская государственная академия музыки открыла сегодня в Москве парад оркестров. В нем участвуют консерватории страны СНГ. На сцену Большого зала вышел наш студенческий симфонический оркестр под руководством народного артиста Белоруссии профессора Александра Анисимова. Наш сапкор Максим Короткин знает, чем удивляли белорусы российского зрителя. Оркестр Белорусской академии музыки открывает сегодня парад симфонических оркестров в Московской консерватории имени Чайковского. Коллектив под руководством Александра Анисимова представит музыку собственного Петра Ильича Чайковского, а также шассона, смольского и Евгения Глебова. Накануне концерта любая сцена выглядит несколько алогично по сравнению с первыми его минутами. Музыканты еще не во фраках, а инструменты звучат в разнобой. Впрочем, всего за несколько секунд все меняется. Большой зал Московской консерватории заставляет быть собранным вдвойне. Для филармонистов это, наверное, сцена номер один в мире. Настроение потрясающе, очень хорошее, потому что этот зал просто располагает. Тут особая атмосфера, и тут играли вообще все самые великие, кого только можно представить. И поэтому, конечно, большая радость. Я с нетерпением действительно жду выхода на сцену, начало концерта. У Артема Шишкова сегодня сольное выступление в первом отделении. Поэма шассона для скрипки с оркестром. Белорусы сегодня вообще намерены удивить. Первая половина чистой воды классика – Чайковский шассон. Зато вторая музыка исключительно белорусская – Смольский и Глебов. Это два наших классика. И, я думаю, очень показательные для достижения белорусской музыкальной культуры. И культуры в целом. С одной стороны. С другой стороны, это произведение, которое очень эффектно показывает возможности симфонического оркестра, мастерство на, в данном случае, молодых музыкантов. И надо сказать, что они это делали всегда с увлечением. Маэстро предложил сегодня москвичам и довольно редкий для симфонических оркестров сюрприз. Соло на цимбалах. Солистка Вероника Прадет в гримёрке ещё раз оттачивает нюансы звучания белорусского инструмента. Накануне в Минске программу приняли на ура. Москвичей цимбалы должны просто удивить. Мы будем исполнять с оркестром второй концерт Смольского. Это белорусский композитор. И, ну, этот концерт, что ли, ну, он своего рода, я не знаю, чуть ли не визитная карточка цимбальной музыки. Ну, так сложилось, так повелось, да. Вот. А я думаю, Александр Михайлович, то есть маэстро, он решил вести этот концерт, ну, потому что нужно показать национальный инструмент. Вот. А если показать национальный инструмент, то с этой композицией. Тем временем в зале первые такты. Фантазийная увертюра Ромео и Джульетта. Импрессионизм шассона и белорусская музыка Смольского и Глебова позже. Симфонический концерт нужно начинать с классики. Чайковский для этого, наверное, лучший выбор. Максим Корокин, Алексей Чернюк, Агентство цель новостей, Москва.